Хорошо, садимся быстро. Сейчас она подкрытится немножко. Ну и так, сегодня последняя лекция. Мы, как мы прошли такой путь, по-моему, пошли от механики, статистической физики. Или это нет, с помощью статистической физики мы осуществляем физические причины. Физические причины характеризуют, что если у нас есть температура, если у нас есть упругость, значит, вот это физические причины как раз это теплоемкость и могут быть электроны. А тут первая часть выкуса основные, основные требования, пристала определяющая теплоемкость и упругость. И, значит, сейчас у нас вклад электронов. В целом у нас твердое тело, это самое фундамент понимания твердого тела. Сначала говорили, что твердое понимание твердого тела идеально сделать и стал. И самое главное считается, что ячейка твердого тела. Значит, тут понимание, как физические причины вот этого основного объекта в теории твердого тела очистить. И вот знаем идеально, мы можем идти к другому. А вот я чуть-чуть скажу потом. Одно, что такое более сложное, что еще более сложное, и мы будем к другим сложным. И мы идем, начиная от этой большей части. И наше учить вот этот кристалл. Мы должны понять, как у него все эти физические свойства. Конечно, кристалл имеет много разных еще физических свойств, которые мы с теми же принципами можем научиться рассматривать эту часть. То есть, вот, я имею в виду этот минимум, с которого вы можете начинать дальше. Это в моей идее. Ну вот. Ну, смотрите. Итак, механика. Я каждый раз это повторяю, потому что хочу, чтобы вы все равно сравнили. Значит, механика – это энергетический скетт, квантовые числа, полосы, квази-импульс, проект системы. Вот. Значит, голая функция, то есть от этих квазовых чисел. Вот. Плоховская функция. Она функция для кристалла. Значит, для кристалла, это он. Это плоховская, значит, это, а это он. Так. Вот, значит. Теперь, значит, какие физические, объекты, кстати, теоретического описания, которые нам хорошо должны быть. Это полное состояние. Число состояний, сданное энергией. То есть система, значит, мы вспомнили. Мы можем в полное состояние и излечения второго набора, имеющегося занимания. Так вот сколько состояний данный, вот это, значит, полное состояние. И АПС в сфере, то есть организация выполняет все состояние экстремы. Организация заполнения точных, это, конечно, полное состояние. Вот это, это, уменьшенная энергия. Это, да? Совершенность в сфере. Ну, это матричные элементы, которые управляют только физку, и действующие движения. Теперь, статистическая физика. Соответственно, мы, крупное структурное заваживание, то есть объединяем группы состояния, и я их описываю вероятность. Занятия их структурными я описываю на языке теории вероятности и статистическое описание. мы вводим, таким образом, у нас это, есть вот, значит, объект, сколько у нас состояло мы включаем в каждый интервал, так сказать, группу состояния движета в интервалах. Теперь дальше, значит, вводим вероятности, которые для различных состояния объединенных интервалов. Вводим понятие равновесного состояния, это состояние, которое характеризует, который характеризует, значит, заполнение этих состояний в среднее число или среднее число электронно занимающих каждого состояния. Вот это, значит, высокое состояние. Главное, значит, здесь понять, что мы определили функцию распределения, это функция распределения, значит, функция распределения, первая, значит, функция распределения, как распределяется, как распределяется по защитным состояниям. Это вот это распределение, значит, это вероятность этого состояния, макросостояния. вот значит это мы берем вот этот интервал макроскопически неразначимых состояний в нем содержится макро, большое число состояний, число электронов, функция распределения это отношение этого числа к числу электронов. Вот она равновесие такая, она является равновесимым параметром, значит эти два параметра, ну она зависит от энергии, да, и ее вид определяется двумя параметром. Это химический потенциал, это энергия, энергия, на которую уменьшается энергия, полная энергия всей системы при удалении одного из тонн. Но это мы поясняем на соответствующих координатах, которые мы получили. Значит, химический потенциал является из-за денег, когда вот эта сумма, в общем-то, занятая, вот это все количество электронов, в руках, ну знаете, по числу электронов. Вот значит это, из этого высокая цель, очень нужна эта функция, ну и объема, который входит, входит при учтении, возникает в черный. Вот, значит и так, химический потенциал, как же температура, вот эта температура, ну, значит, эта капла постоянно просто на соответствующая связь между энергией и температурой в градусах. И, значит, температура, видя, средняя энергия возбуждения электронной системы, значит, она от нее зависит, что энергия всей системы, это возбужденное состояние всей системы. То есть в системе есть энергия, которая у нас равна энергией, есть энергией основы, о которой мы говорили сначала, плюс энергией возбуждения. Вот, значит, это энергией возбуждения, это, например, увеличенная температура, ну и отличие энергией, то есть, отличие энергией, это диетокенерией фирмы для возбуждения теплового возбуждения. Отличное. Ну вот, вот еще раз напоминаю, и сейчас мы определяем эту систему. Значит, вот так, сейчас я, главное, что мы определим, мы определим энергией, мы определим энергией. Вот сейчас это, вот так мы видим, как и значит, энергией. И по коэстерсическому описанию мы определим энергией. И сейчас мы определим, сейчас мы определим ту формулу, которая, значит, у нас, с которой мы начнем, значит, статистическое описание равновесное, грея, произвольное состояние, как говорится, энергией, как, ну, лучше как бы не писать, значит, вот так и не участвовать. Произвольное состояние какое-то, статистическое исполнение по состоянию производства определяется на картине. Значит, это сумма по ню, это есть ф ню логарифм, и ню логарифм, и ню логарифм, и ню логарифм, и ню логарифм. Вот это, значит, самое главное, с чего начинается статистическое описание. То есть, мы вот эти эгорядации все пропагнитировали, и сформулировали, вот он, которая является величиной энтропии. Значит, в равновесии, функция расстреления я уже написал, она, вот это вот, сформулировали эфири, в общем, у меня она ввезит, в равновесии, как вот это, плюс единица, да, как вот это, плюс единица. Вот, а, значит, если это сейчас у меня поставить, умножить, соответственно, уже на капу, то это полная функция и, господи, капа три эс, вот это уже гранит сказали, равно и минус капа на вот это вот все, все угрожали, на это все угрожали, и нужно поставить вот эту причину. Значит, если мы подставим, то, значит, получается такое соотношение. Ну, да, нет, давайте я рекомендую сделку лучше. Если это подставить, то и записать изменение энтропии, изменение энтропии, изменение функции распределения, и изменение, так скажем, изменение температуры, и изменение относительного объема. Вот я означал так, относительный объем, то есть, значит, делька В на В. Вот такое относительное. Значит, ну, эти энтропии и энергия, если мы сейчас изменяем объем температуры, то, значит, вот это изменение, относительный объем температуры, относительный объем. Ну, значит, тогда это ДТС, вот я сейчас напишу эту форму, которая, в принципе, не определила связь термодинамики, с этим, с цинстическим писанием. Дельта С равняется, смотрите, так, да, всегда делаем, что ДТС и ДЕ, и на мигру о гимнастических связях. Значит, смотрите, сумма по ню, это услуга. Прямо если всегда поставить сейчас вот эту вот, то вы получите следующую формулу. Э, значит, так, Э, всего, ну, минус, Эн, зита, на К, по-три, минус логарифм, ну, это, в принципе, это, в основном, это, в основном, это, в основном, это, в основном, это, в основном. Вот, значит, Дельта В, вот это, да, плюс это ю, э, не знаю, э, эссилон, ну, минус, зита, великолепных, на К, по-три, это, вот как так так изменяется. Если мы сейчас просто добавим сделан, с тем, с учетом, там, Как мы изменяем изменения температуры, мы просто будем инфицировать по объемам. Соответственно энергия есть. Я считаю формулы, как это все вводится, я сейчас не буду писать. Вот здесь, смотрите, εμ минус zi. Значит здесь, сейчас открою. Так, вот здесь, сколько, εμ минус zi. Дельта φ – это просто изменение вот этой функции распределения с объемной температуры. Ну вот, значит, таким образом, если мы сейчас скомпинируем эти две формулы, то мы получим вот такой ответ. Дельта φ – я просто здесь не расписал, поэтому покороче по написанию. Итак, здесь смотрите, Дельта φ равняется, это, значит, еще раз сказать, это просто подставление в эту формулу, вот это РВС-инфункция спределения, и определение, ну, дифференцирование по объему, по температурам. Я там в прошлый раз расписывал, как это делать, ну, значит, это простая задача. Так вот, значит, смотрите, итак, так будет вот так, смотрите, дельта, 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 дельта. Вот, значит, это… Так, энергиозные плюсты, всё, дэкторой здесь. Значит, смотрите, зачем такое? Что это такое? Значит, изменение энергии, вот у нас, значит, смотрите, энергия, есть функция, функционал, функция распределения. Вот довольно-таки раз прошла, если вот эту, науклон и задал, что, значит, если мир межрежиссионного заменения не учитывал, ну, конечно, да, всё, ню, есть функционал энергии, всё одно электронное. Значит, в системе электронов, с учётом межрежиссионного заменения получается, что это одночастичная, так сказать, энергия, энергия одного электрона, есть функционал, а цена функция распределения. Поэтому, фактически, вот это есть уравнение. Если мы запишем так, f не равняется единице функции дифференции. И е в степени, ε, и вот здесь нужно писать это. То есть, вот это, как видите, это функционал энергии. Вот функция распределения. Это непростая вещь, значит, вот это уравнение определяет теоретические свои функции. Поэтому, когда мы дифференцируем, ну, здесь уже элементы этого в этом формах учтены. Значит, когда мы дифференцируем, то берем дельта е ню. Постоянный f плюс, значит, депсилу дельта е и дельта е ню. Вот так вот. Дельта е ню, дельта е ню, дельта е ню, дельта е ню. Дельта е ню, дельта е ню, дельта е ню, дельта е ню. Значит, здесь, соответственно, это здесь определяется то, что является функцией распределения самой. А энергия сама, она зависит от того, как мы независимы еще, да? Ну, вот, значит, это факт того, что это не зависит от существа, то есть все зависит от функционера. управление, смотрите, дельта E равняется T дельта S минус T дельта E. Если на вы участке множество, это n единицы объема. Вы сейчас не знаете, здесь вот это вынести, если в случае дельта V есть, дельта V, ну то можно правильно написать, что dV на V, да? Ну тогда, значит, это будет формула просто, это n единицы объема, а для всего объема будет просто написать dF равно T, теперь это интерпель вся, dS не минус T дельта E. Ну вот это мы получили, значит, это мы получили, терминологически нравится, при этом в этой дефолуме мы приобрели величину управления. То есть мы все величины, геометрические определения написали вот, и смотрите, здесь ничего страшного, мы приобрели все величины, все физические величины, их, по их, для того, чтобы быть, сухие независимо с отравленной температурой. И там при этом мы получили вот это равенство, значит, связь в объеке, то, что это энтропия, это антроэнтропия, получив вот это энергия, энергия, ну тут мы уже расписали, ну как аналогично, ну вот я там делаю. Вот, значит, итак, вот это, значит, такая термодинамика электронной системы, тем самым, по словам, мы получили за давление электронной системы. То есть минус P, это одна вещь. Вот минус P, понимаете, значит, это минус P, почему минус здесь стоит? Так, если P будет значено, тогда, если объем уменьшается, то энергия, энергия что? Если объем уменьшается, то энергия уменьшится. Значит, соответственно, это P, это, ну как сказать, на самом деле, это физическая характеристика этого величины, но она записана так, как будто это внешнее давление. То есть, вот мы когда пишем, ну это так выглядит, например, если мы пишем так, P равно 2E вдольне, ОДВ, это значит, будет та величина, то есть это уравнение, это есть равновесие. То есть, мы тут объем. Вот, я вам рассказывал, когда я говорил, значит, о уровне состояния. Вот то давление, которое стоит в уровне состояния справа, это давление внешнее, да? Оно равно внутреннее, это усы равновесие. Ну вот, значит, именно, а тут уже пишется так, как это вот, D, E, P, D, E, это прямо, значит, то давление со знаком плюс, поэтому еще фактически это внутреннее давление, но со знаком минус. Вот, вот эта величина, это внутреннее давление, знак минус. Вот, значит, такая действительность. Ну вот, и так мы получили давление, выражение давление, и фактически уже, зная это, вот эти все варианты, мы можем все лечить, потому что у нас, ну, я так же рассказываю, что у нас только две перемены. Это для этого, вот почему, если это удобно, действительно, потому что, я вам там это показывал, когда в первой части курса говорил о этих, в отношении, в деформации и, значит, изменении объема. То есть, наоборот, значит, переменным для этого тела является не объем, а, ну, такая величина, так сказать, и, так, да, в той же деформации, да. Так вот, это почему-то вот это формула, как мы принимаем решение, потому что мы, значит, сейчас можем легко перейти к сложному, более сложному случаю, когда у нас есть f и лед на те, не те формации, на те напряжения, ну вот так вот. Значит, вот это фактически вот мы здесь поставим. Вот это, значит, фактически то, что он, то есть, уровень давления всегда есть за деформацией, вот так вот. П, значит, имеет отношение с деформацией, которая явится всесторонним, то есть, оно как цел, в живости сидел, спускаем за тело, вдаль, значит, он сжимается, и, наоборот, растяем, как-то зацеплен, делаем растягивание, вот, длимация, деформация, значит, суставные расширения и дешатель, она характеризуется вот этим. Мы его для этого звучит только и пишем, все равно мы не пишем, потому что, ну, да просто так защитили, что у него здесь уже, то есть, опять же, я делаю так, что все, может, из этого простого перейти к более соль, но уже как-то более-менее понятным образом, ничего не есть. Ну вот, и так вот, значит, это тематическое равенство, это давление. И вот это давление, из этого давления, вожжение давления, мы получаем производное давление по объему, это будет уже модуль c, вот c, это ть, ну, значит, d, 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 d dp, dp, dvb. Вот dv,Ddv, dv, v, dvv. Вот Мы получаем в области. Вот я, значит, этот выход проделываю, и ответ он получил, ответ записал он с учетом от уже меньшинственного взаимодействия. Вот здесь я вошла в рейтинг, вот такая штука. Вот это значит, ну, сейчас я напишу и сделаю. Вот она формула. Значит, мы нужно пробивку дефекцировать, и так получим этот, ну, на эпокси. Так, электронный вклад в модуль. Был у нас фономный вклад в процесс. Сейчас электронный вклад в модуль. То есть модуль у нас, и сам, это всегда характеризующий реакции твердого тела на информацию. Да, в сущности, сравнили с информацией. Значит, он состоит из трех слагаемых. То есть он состоит из слагаемых. Лем-дет, с одного. Фономия. То есть в связи с нулем, то лем-дет, он состоит из слагаемых. Вот это с ноликом, это то, что энергия самого состояния. Вот если мы здесь ВППВ, то это и будет. Это вторая производная, это называется ЕПВ, производная энергия самого состояния. Вот что мы говорим, вот это мы будем, будет с ноликом, с ноликом. А это возбужденное, значит возбужденное. У нас салибание фонон, через три. Вот мы две вещи. Чего мы по фономам вы числи, поговорили, там то, что это всё нашли. Как там они могли попасть, как выражается через фономное переменение. И теперь мы пришли уже с электроном. Вот оно здесь, от температуры. Это объём зависит. Получается дифференцирование. Вот оно здесь. Я получил. Значит теперь, значит, это три слова. Теперь вот эти сонозальные сонозальные. И так, значит, возникает такая вещь, что у нас нужно учитывать то, вот при этом дифференцирование по объёму, при этом дифференцирование по объёму, мы, значит, должны учитывать, что это функционал, функционал функционал. Поэтому, значит, у нас входит там вот такая вот производная. дифференцирование по дельта F nu штрих, да? Которая называется вот эта, ну, можно сказать так, энергия. Мишутрон зависит. Энергия перемежитства зависит. Энергия, вот эта функция распределения. Таким образом у нас получается, что возникает, я показываю вам, эффективные величины. То есть у вас, видите, здесь вот возникает такая добавочка, которая даёт, тут я условно написал, значит, надо же посмотреть, здесь nu штрих написать, да? nu штрих и здесь будет вот это вот это ядро и будет. Значит, вот это вот ядро, связанное с, это, связанное с функцией спределения. Видите, я представляю здесь, правда, инференцирование, здесь возникает, как бы, такая переномировка в низкое решение. Вот, значит, после того, как мы, если мы это учтём всё, то тогда возникает формулу Теса, я запишу в эту формулу, которая, в прошлый раз, я её, по-моему, не прописал, что будет, будет, будет. Ну, сейчас напишем, давайте эту формулу, чтобы она, значит, чтобы можно было показать, и у них потом зависит от того, что я сейчас хочу сделать. Значит, вот это вот. И ответ получается такой. Ну, тут видя, значит, уже, как и в тот раз, в части, в конце курса, я пришёл к таким уже формулам, которые, ну, значит, сквозь посажение, чем вся другая. И, то есть, это, чтобы их, так сказать, проделать, уже уже потрудиться. Вот, поэтому, значит, ну, что делать? Я вам даю уже совсем, теперь, ну, конечные результаты, которые, ну, прозрачные, ну, их просто получить. Ну, всё равно, это число, я на стороне, мы занимаемся занимаемся с темой, но это же сюжет, если, значит, ну, какие-то теоретические формулы, настоящие серьёзные смотреть, да? Тем более, что на других спецкурсах, я думаю, вам ещё и не то покажут. Поэтому, значит, я, поэтому, надеюсь, что... Потому что это что-то, ну, такое уж что-то, не знаю. Ну, вот. И здесь получается так, смотрите. Сейчас, секундочку. Угу. Так. Сейчас. Угу. Сейчас. Угу. 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 Ну, получается. Всё. Рядом. Рядом. Так. И в форме университета. И так. Значит, получается совокупность, просто, средних, каких-то значений вот этого лябда, и лябда ею. Вот интересно, что вообще-то, когда это лябда, тем, да? Зам понимание, считай, когда у вас будет не университетовый, не университет, а как я писал 10 лябдом, то это будет лябдом 10, где-то те, 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 lotого равного возьмите. Ну, а так, у нас две конца вопроса. ЛябдLE е, инЯ, инЯ, инЯ. Теперь, значит, дальше. Это место. Так, вот, значит, вот такая производность. Ну, значит, вот производность подразделения. Ну вот, давайте начинаем. Плюс. Теперь сумма по nu, f, nu, lambda, nu, g. Так, теперь, значит, плюс. Так, плюс. Вот эти две ответа только вышли. Так, это средняя, здесь прозводная, да? Теперь плюс. Да. И так. Минус. Минус. Вот. Так, минус, минус. Так. Значит, и вот, значит, такая вот. Значит, это вот этот, значит, на самом деле, помните, я там, я написал выражение, где входило дель зита по дт. Да? Ну, потом дель зита по дт была еще одна голова. А здесь я уже этот дель зита, здесь входило, входит дель зита по дель тв. Так вот, я уже его решил, и здесь получилось, значит, у меня, мне уже завтра дополнено выражение, где не надо выражать. Вот. Сумма ню, лянга ню, так, ги ню. Вот это же у меня все. И вот это вот буква, это, значит, как раз отражение того, что отличие от учета межреценозового действия. Если эти межреценозового действия, то лянга и револированы, и оконные делицы. А, значит, дальше я буду мешать, то ли я выбрать. Ню штрих, то есть, значит, ню штрих, плюс сумма по ню, значит, и ню, это ню. Так? И здесь вот дробь. Аналогично этой, так, сумме, вот здесь вверху стоит что-то, сумма по ню, лянга, е, рев, ню, плюс н. Ну, вот это, вот и смотри, сумма по ню, если бы не было и, было бы тоже н. Ну, вот это вот отличие, связанное с такой, социальной санкаристикой, и здесь, значит, так. Это сумма по ню, э, штрих, ню, пи, ню. Вот и всё. Вот такое урожение получается для этого. Вот это там, буду ли попросить, здесь входит, входит все урожения, в которых температура… Значит, смотрите, простая вещь, а, я не собрал вам, и ню — это единица плюс сумма по ню штриху f от ню штрих, ну это, так, что представить, это дельта епсилон ню, дельта f ню штрих, так, является f от ню ню штрих. Это, значит, энергия межэлектронного взаимодействия, это геологические параметры, геологические, это как функция, жизнечная функция называет ее, связывающая, связывающая... То есть, сейчас состояние, состояние данной энергии совсем другими состояниями, с несоответственной ассоциацией. Ну и что, вот вроде, видите, для того, чтобы чуть-чуть такая вещь, значит, так все, видите, симметрично укладывается, что возникает эффективное увеличение, и вот здесь у него лямбда, а здесь сейчас стоит лямбда, здесь было бы лямбда, просто тоже лямбда, и было бы тоже единицы для лямбда. Вот это, так называемые перенормировки, значит, здесь лямбда, и, таким образом, здесь, допустим, вот так, вот я вам ищу всю мою институцию положение, тут получается, что я написал. Это просто лямбда, ню, плюс, то есть, сумма по ню штрих, f ню, ню штрих, f штрих, q штрих, лямбда, е, как ню штрих. Ну, значит, в теории, что-то всегда такое, мне неизвестно, часто, ну, помню, считать констатой, вот это берем констат. Ну, тогда, значит, констат, я вот эту функцию вытаскиваю, решаю, вот это, значит, это простое, простое выражение для этой величины, может быть, ну, давайте, я вам напишу, как я написал, реакционально. Бейте, здесь входит вообще-то в возбужденное состояние, конечно, того, кто говорит. Ну, тут есть некое детальное несовершенство этой формулы в том, что это отличие для эпидемиологии на нулю. Но это, значит, нужно, не нужно вращать немного сомневаться. Здесь важна та часть, которая от температуры только зависит, от зависит от температуры. Ну, вот, рассматривайтесь. Ну, давайте, значит, простое, простое выражение самое здесь получится так, да, когда мы эти хиллянды и эхо будем считать константами. Ну, тогда, значит, видите, тогда легко видеть. Я даже не буду, тут что-то никогда ничего такого красивого не получается при этом, но, значит, важно, важно, что? Что здесь, вот, вся температурная зависимость, ну, у нас индивидуально, температурная зависимость. А если это объем, так это, ну, интересно, что ли, так сказать. Вот, а вся эта температурная зависимость входит вот в такой, видит, очень неценовая, сумма, помимо. Ну, если на сегодняшний день собрали, то вот эта станция, вот, вот она и есть. Д, эх, нюх, по д, эх, сомневому. Ну, минус здесь сомневому уже можно туда присоединить. Вот эта буква, очень простая, да? Вот она, когда температурная зависимость, мы привлечим, если их попростить, если она простой, модель используется, ну, вот тут простая, ну, вообще-то говоря, температурная зависимость, она, в том смысле, универсальная. То есть, на самом деле, она и от этой модели не зависит. Потому что, как мы вычисляем температуру зависимости? Сейчас давайте посмотрим, как она вернулась. Итак, вот, нужно вычислить эту температуру зависимость, вот это вычислить. А потом мы увидим, что, на самом деле, она отвечает и всей, вообще, вот этой, на самом деле, проводила, что там коэффициенты какие-то набираются. Ну, вот, значит, смотрите, это, это будет интеграл, от меня, через конечность, dx, g от dx, c, да? Ну, и здесь dx от dx, правильно, да? В общем, вот такая функция, то есть, и так, как и их анонимов в других, и интер tailored остальных с influenятельствами, в других, и их анонимские, и их анонимные скажем, все выражается через практическую гнор с той мониévрой Kriser lvesta Вот это, плодность, вот это, лизь всю структура данного твердого тела, данные электронные структуры, это плодность стояния. Причем, получается так, что вот здесь правильная функция распределения, а функция распределения, значит, важна ее зависимость от температуры и химический потенциал. Так вот, значит, я именно на этом самом деле все время написал, что мы, как правило, все проводим услуги, когда потенциал вплывая на это, много меньше энергии. Вот энергия заполнения. Энергия фирмы, значит, мы ее должны отсчитывать естественного нуля. Ну, конечно же, мы глобально берем всю совокупность электронов, то это должен быть где-то там на границе заполнение полос всех тех актуальных для нас электронов. Но реально, значит, полосу заполненные полосы, значит, нам неинтересны, и мы идем от какой-то, допустим, вот такая, какое-то вот такое искусное состояние, да. вот это такая естественная граница, вот граница выполнения fn-фермы. Вот это значит, на это поваляет учительность духовной состоянии. Вот вблизи этой у нас есть вот этот факт, то тогда функция распределения, значит функция распределения и функция распределения, она имеется в видимости. Ну вот сам интеграл, который я там, вернее, интеграл выражение самой функции распределения функции, как это значит, что она распределения, да, и функция распределения химического кондиционера, то получается, что полиэтажная зона, она превращается в ступень, она превращается в функцию f, с ноль, как я ее обозначил раньше, в ступень, то есть она единица до энергии фермы и, значит, ноль после энергии. Ну вот, а если температура какая-то малая, вот такая университетная зона, то тогда личство так, то есть, значит, это получается, что здесь какой-то температурный спрос. Значит, почему мы так делаем, чтобы считаем, что так огранились? А может, на самом деле, это не так? Да нет, для вот такой ситуации, когда границы заполнения в центре полосы, то это всегда так, потому что это энергия атомного масштаба и энергия КТ, которая здесь у нас реально фигурирует, это, значит, ну, единица, допустим, 1 градус температура, температура 1 градус отвечает энергией энергией, 11 мВ, вот здесь это, где-то сказать, правильно, то есть миллиэлектронный вольт, это 10 миллиэлектронного вольта, то есть 1 сотая электронного вольта. Вот, значит, поэтому получается, что, получается, что вот условия для хорошего такого всегда упомяется, если у нас граница заполнения, значит, я вам рассказывал 5 км в трюверных кг, граница заполнения, здесь, может быть, есть может быть, может быть, значит, где-то вообще на границе, да? Говорится, тогда вообще те формы, которые я пишу, все же, это формы гетоводства, в некоторых случаях, когда или металл, или полметалл, или какой-то в возбужденном таком состоянии, как-то или нагретом. Ну, все же, реально, мы все равно не говорим на металл, и очень большое число, значит, таких физических реальных ситуаций отвечает всегда вот этим символом большим образом. Ну, так что в случае слова возникли, я рассматриваю, хотя, я не буду так смотреть, хотя, значит, все это, может быть, вычислить, вот же она, да, 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 просто вот форму вычисляете, и все, ну вот. Ну, я просто агент не чувствую, в случае металл, и когда, вот, когда, все много было есть, ну, тогда, вот, действительно такая ситуация, ну, а тогда, вот этот вот пик, вот этот, минус df, у меня эта функция, у меня эта функция, у меня эта функция, она имеет очень низкий пик, правильно, да, то есть производная, если определенное время, наверное, скачок имеет просто, сама функция, значит, эта производная имеет дельта-функции, ну, дельта-функция, ну, это хорошо представляет, что, значит, дельта-функция – это производная от скачка, здесь есть тета-функция, скачок такая, то от нее производная дельта-функция. Ну, вот, значит, эта вот формула, если мы сейчас продифференцируем эту функцию, то, значит, она получается, что нет вид одного из представлений дельта-функции, если от текста-функции, то пик еще сильнее и сильнее, тогда эта функция будет. Ну, вот, значит, соответственно, вычисления вот в этом случае простые, и в нашем случае, значит, это нам достаточно просто, вот здесь минус поставить, вот я минус поставить, да, ну, тогда, значит, здесь вот эта функция есть просто, gf от eF, и кажется, что это вычисление достаточно для того, чтобы теплоэнтости, аккредита, функция, то есть плотность состояния, говоря, на поверхности эференции, значит, у нас плотность на поверхности эференции выгибает теплоэнтости, вот. А нам нужно еще следующую поправку для того, чтобы это температура зависимости вот этих вот, температура зависимости от температуры равномерно. Потому что, если я просто вот эту возьму, то температура зависимости от температуры равномерно. Это не нас мало, но интересно. Ну, вот, значит, а вот следующая поправка, значит, она вот такой вид имеет, значит, смотрите, сейчас я ее, это вы умеете даже делать, как считается симптотического течения интеграла, вот запишем здесь в противном варианте, и вот эту функцию нужно просто разложить в ряд по eF, вблизи eF равна eF. И, значит, соответствие, каждая строграмма этого ряда, доказательные вообще разошли, каждая строграмма этого ряда вычисляется. То есть, eF, ну, с этого термиса в этой функции будет соответствующий, там, π квадрат с чем-то, там, и так далее. Значит, и вот сейчас я вижу, что это будет. Так вот, но при этом уже еще вычислить и химический потенциал, который входит у нас там. Вот. А вот, ну, получается, что здесь прозвольная, а вот сама-то функция dε, g, eF, eF, eF равна n. Вот два варианта. Это варианта химического потенциала, а то и это. Ну, вот, если это все, вот это вот вычислить, да, то мы получим ответ. Смотрите, плюс здесь, я напишу, π квадрат на 6, π квадрат на 6, так, π квадрат на 6, kpc квадрат. И вот здесь, смотрите, тут тоже получилось немножко. Давайте в этом месте напишу. Это, значит, это и так, это равно g от eF, плюс π квадрат на 6, вот π квадрат на 6, это интеграл с квадратом ε минус εF, d в квадрате ε. Получается, π квадрат на 6. И здесь, так, значит, k под eF. И вот здесь умножить диатургами, на которой я сейчас лучше написать. g, вторая производная точная фермия, ну, например, квадрат на 6. Вот, g, вторая производная точная фермия, минус квадрат первой производной от g от eF. Ну, это вторая производная в точке eF. Это в первой производной точной фермии. Вот она тебе, да, зеленая на жертые фермии. Вот такая вот интересная штука. То есть в точке, вот такая. Значит, вот чему равно функционер, в точке и сюда. И так, что мы отсюда получаем? Что это функционер t квадрат. Тонстантом t квадрат. Ну, сейчас, если внимательно посмотреть на это выражение, то можно сказать, что даже никакого антифичной аппроксимации для транстантами считать не надо, эти все функции. что-то можно сказать, что зависимость есть t квадрат. То есть лямбда e, есть лямбда e, ну столько какое-то, так? Плюс, плюс, вот, 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 вот такая температурная зависимость. Причем, как видите, как видите, что здесь получилось? Одна тонкость интересная фермия. Значит, смотрите, входит G и G, вторая производная. Вот, как вы думаете, что здесь привести к этому изменению? Что здесь вы представляете разность? G на G на 2 штриха минус G в квадрате. Тут кто хорошо знает, какой наук не сможет это. Ну, анализ, помните, надо анализ. Вот есть такая тривая G, это и все. Вот берем какой-то ее точкой. А берем второе производное, минус G на 1 штриха минус G в квадрате. Что это такое? Ну, это имеет отношение к тому случаю, когда на X в квадрате находится, как выясните, находится на в квадрате массивной, в минимуме. В минимуме. Тогда в минимуме G штрих равно нулю, да? А этот самый, вторая производная равняет больше G. Значит, тогда получается что? то, что знат положительный. Вот видите, получается, по этой анализирующей департурной зависимости, вот эту вот штуку, можно сказать, что если мы вдруг получили положительную величину, то тогда мы, значит, определили, что находится в минимуме, да? Вот сам факт, нахоте, минимуме, резкоцуполнение. Такое сегмента можно получить. Если наоборот, значит, в максимуме, то делаем другую, да? Но вообще, если я анализирую, то, значит, вот этот штрих, она тоже там, то есть вообще-то это по крайней кодеку от кривизны вот этой вот кривой. То есть это, на самом деле, вот если это больше этой, то это резкий спад. Он идет на резком спаде на этом. То есть именно медленным, если на медленном, то это какая-то, ну, трудно определяем это, кстати, причина. А если он резкий спадет, то может сказать, что, вернее, если здесь, короче говоря, если не на опции, не на минимуме, а все равно отрицательно, то это да, резкий спадет в какой-то спад получать. И тоже нужно знать его передвигать. То есть вот это вот, значит, посещать, кстати, вот эта комбинация, это тоже делаем свою везду этой функцией уже, функцией. Ну вот, значит, итак, вот видите, мы, значит, получили такой факт. Значит, во-первых, ну, конечно, значит, на самом деле, это все на с, если там константы все, возникнет терминанский эффект константы, но он будет еще аудиозно, будет содержать вот не только эти комножики, но и еще нечто, которое тоже может быть. Поэтому не так просто. Ну а вот, вообще-то, значит, это, значит, это изменение о том, что она зависит. Понимаете? Вот, значит, вот мы, значит, получили, о, буду ли в Грузии, будет температура зависимости. Мы определили, надеясь, что все уже полны, все уже всем рассказываем, и лекции читают, и ясность всяким, и, значит, учителями, о том, как тупорологи зависит, а это это реально действительно. Так сказать, как тупорологи зависит от тупорологи. Вот, извините, вот как оно зависит от тупорологов. Что, пиквалок натрий, пиквалок натрий, G, G, Эпсилон, Фермер, и вот из G, вот Эпсилон фермер входит, Капа квадратик, Т квадратик, да? Капа квадратик, Т. Вот как раз мы задействуем, посмотрите. Значит, у нас это, значит, по этой плоскости мы выведем на состоянии. Значит, если вы вспомните, что на самом деле фономная температура, то есть, как мы завести температуру, никто не знает, конечно. У нас для электронов всегда несколько температур в силу вот этого условия, да? Значит, поэтому теплоемкость при низких температурах у нас должна иметь два альфа, 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 т плюс бета, т в кофе, да? Вот где мы, в смысле, это он должен иметь. Поэтому мы, как эксперимент с вами проводим, берем титул на земле, как нам определить, как по, значит, по эксперименту определить плотность состояния электронов на поверхности эфирного. Видите, здорово, как можно сделать. Когда мы смотрим, кривая вот такой объект имеет, да? Тогда строим. С, не деленная на Т, от Т квадрат, да? Нужно быть измененной. Да? Потом на третий элементом альфа плюс бета т квадрат. Вот. И, значит, тогда вот это вот даст нам что? Даст нам эту букву альфа, где вот это его начинка. А наклон, то есть левый, да? С бета, то есть те, в нормальную часть. То есть как можно обмануть эти... В принципе, сюда в урок бы этой модели входит только температура добавить. Т на третах сумки. Модель добавить здесь будет... Вот. То есть фактически можно получить более информацию, как температура добавить. Хотя тут, на самом деле, коэффициенты были сложные. А здесь прямо, значит, плотность, оплотность состояния, мы получаем температуру зависимости этой самой... Данной просто... Если бы было всё так просто. В самом деле, значит, всё намного сложнее, значит, это... Выловить вот такую именно закономерность правил в условиях было сложно. Потому что там будет много закладов, всякая грязь, всякая характер... Ну, это значит, разный характер других закладов. Вот. То есть если бы у нас много человек в форме секлад, поэтому мы, конечно, если мы, в чистом виде, топлозависимых не видим, то мы это, значит, можем улучшение обратиться и сразу будет хорошо. Ну, а если нет, ну, тогда, значит, надо ещё думать ещё, как сделать, чтобы то, какие-то дикие зависимости от температуры, которые иногда являются, ну, а может получить... Ну, вот. Вот такая. Значит, итак, вот теплоёмкость, значит, мы знаем. Теперь, если мы на УГЭ вот где-то будем делать дела с другими, с какими-то этими структурами или чём-то ещё, ну, мы должны всё добавлять, и, соответственно, ещё мы будем учить. Уже теорию имеем в виду эту новку. Ну, вот. И теперь последнее, что, значит, мы должны в этой части снимать. Этого не состоять. Вклад. Ну, можно ли вклад электронный в уравнение состояния? Ну, ну, вообще, да, потому что раз они уносят в другую область, раз они уносят в тему ёмкость, ну, значит, тогда уравнение состояния. Очень полезно нам это вспомнить уравнение состояния. Давайте уж самое простейшее, конечно, здесь и делаем. Вот. Как мы там сделаем? Так же, как мы, так, значит, я сейчас... Ну, я вот про это в скобусе, у нас туда в салют, вот это в салют. И, значит, потом делаем перерыв, и потом уже аммагнитно субъемщик. Ну, вот. Значит, смотрите. Вот эту модель оставляем. Вот эту, значит, эту... Родуксфарку по модельку оставляем. И, значит, это тогда, что мы делаем. Значит, мы тогда вот сделаем следующее. Следующее сейчас. Так же, как мы делаем... Ну, логично, как мы делаем, да. Значит, мы сделаем так. Ну, то есть мы... Тепловое это... Что новое в туповом уровне состоянии? Это P, как зависит от этого. То есть нам нужно написать P равно... А, значит, P, это внешнее давление. Или то будет P, которое мы ставим. А, значит, мы продолжаем вот это. Ну, P написано, правильно? И здесь вычислить это то, что мы напишем. И T, это как равновесие. Здесь будет 50, равном, ну, что-то, плюс температура зависимость, правильно? Вот мы как это... Уравнение... Уравнение ми-грунайзенов. Кто это забыл, пусть, значит, немедленно вспомнит. Грунайзен, какой-то человек. А ми-это тоже добрый человек. Да? Говорим ми-грунайзенов. А как он должен... Это очень важно, когда будете читать лекции по теории тротового тела. Вот. Значит, знать, что здесь просто в одно минусе бывает. Уравнение ми-грунайзенов. Уравнение ми-грунайзенов. Да? Вот это будет защита. Никакой температуру нет, только мы вводим энергиесом сне. Теперь нужно добавить тепловое давление. То есть, с примера, нуль это... Это, прощается, ну. Да? А, значит, здесь мы выбираем тепловое давление. И мы его писали, ну там, сначала правильно все учитывали, а потом грубо. Вот мы грубо его писали, смотрите как. Это гамма-фаномная на ефаномная тепловое, энергетики-будрые. Ну, тут можно тоже поставить, чтобы... Это, правильно, сымало, потому что вы понимаете, сколько ланилов. Ну, вот. Возвращение ми-грунайзенов. Если взять хризиску температуру, то... Хризиску температуру, конечно. То есть, вот, три КАППТ, делён нюшная на Э. И вот это, наверное, фаномная будет. То есть, ну и тогда вот это даёт выравнение состояния, значит, похожее на выравнение состояния газа. Если нет этого, то это будет как газ. Да? П равняется чему-то на нужную температуру. Вот. И роль вот этой вот газовой постоянной, которая... ПВ... Я бы такие уровни не знаю. Знаете, только вот. ПВ равно... Как? ПВ равно РТ. Что такое? Не знаю. Спортивительно. Ну, вот. Так вот. Вот это вот. ПВ равно РТ. Так вот. Значит, вот это ПВ равно РТ сразу получается. Здесь. Если это убрать. Вот видите, в чём-то оно делается. Оно начается тем, что у него есть своя вот радость. Значит, поэтому, соответственно, значит, если вообще давление внешнее, то здесь получается. В равно ВНО на единицу плюс 2Т. Вот получается головой расширяется. То есть, В равно ВНО плюс с ростной температуры, если нет ни одной конечной температуры, получается, вот эта температура равного объем растет, расширяется. Вот. Значит, если, значит, же нет никакого... Если же есть внешнее наглядное, ну, тогда вот оно подчиняется вот этому уровню. Ну, теперь для этого этого не будет. Ну, значит, если при низ температурах, то, конечно, это нельзя описать. А тут какая-то низкотемпературная будет зависимость. ТФ четвёртый. Правильно? Потому что у нас ТФ в кубе. Давай посмотрим. А я, ну, ТФ четвёртый. Думаю, как будет ТФ четвёртый, значит, тут будет тогда с температурой. Ну, вот. А что это вам делать? Тогда надо, друзья, переговорить, великобавку сюда написать. Как, ребята, это написать? Мы так же, как делаем, как это. Эти главных, если есть, то энергия отсюда линейная получается. Поэтому ЕТ электронная, это есть вот это же П квадрат натрий, Ж, вот две фермы, Ж, вот две фермы, ТФ, вот, вот. И они будут тактичные. Кстати, здесь нужно больше стойку поставить. Вот. Вот это будет, видите, тепловая энергия электронов в низких температурах, вот, значит это теперь, значит этот, как он называется, модуль, ну, да, собственно, здесь сейчас уже нам этого ничего не надо, это мы, если модуль упругости от температуры как зависит, мы уже написали это нам на крючку, вот, вот и все, значит, получается, смотрите, вот, вот, теперь диаклонольная, гамма электронная, E электронная, D, да, деленная на B, ну, вот и все, значит, это будет, получается, это будет D четвертая, а это будет D квадративная, вот это будет, вот будет уравнение ми-греназина с учетом этого, значит, с учетом электронного вклада, здесь лямбда теперь, это лямбда, вот, кстати, я бы не сказал форму интересного, лямбда ноль, плюс лямбда фановная, учили мы, чтобы по лямбда фановная, плюс лямбда электронная, но здесь это не нужно, здесь просто лямбда ноль не поставить туда, потому что, значит, здесь уже это будет мало, да, и снова можно в этом украине, в библионезе, нам можно оставить только, просто с этой, вот эту часть, вот, а вообще-то, значит, я забыл сказать, вот, вот эта форму, которая, к сожалению, уже стер, из нее, получается, я, правда, даже рассказывал, конечно, но, попробую еще повторить, вот, значит, да, давайте-ка, ну ладно, значит, давайте закончим разобрать это, и так, смотрите, значит, вот уравнение стояний, теперь, значит, соответственно, смотрите, у нас бета б фановная, так, плюс б бета электронная, причем здесь Т4, плюс бета электронная, но Т4, значит, здесь Т4, да, вот, смотрите, какая у нас, получается, форма ГИП, значит, тепловое расширение, плюс температура, оказывается, совсем не линейно по температуре, а имеет, я не знаю, температура имеет, да, то есть Т4 или Т4, значит, такой, раз вклады, вот, вклад, ну, знаете, это, конечно, результат такой, может, интересный, но он имеет только академический, конечно, характер, потому что представьте, Сергей Викторович, при немая температуре, нужно низкой температуры, чтобы это было низко, чтобы было низко, чтобы было низко, предплежим температурой добавили, т.е. это, по крайней мере, два-естью десятиеке больше там, и вот прямая температура, сейчас, вот, как это скажем, на всеми, там, тепловое расширение, вот, трудновато измерять, естественно, сречки измерения, конечно, хотя это присоединяйте, возможно, То есть уметь это сделать, ну тогда можно информацию получать, опять же, тепловек, все, я об этом, то состояние, то есть это все зависит, это будет огромное состояние, если можно, то есть это удобно делать. Вот такая вещь. Теперь последнее, что я тут скажу, это то, что лямбль, который начислялся. Сейчас, извините, я не хочу переводить на подписку. На подписание поднимите, пожалуйста. Оказывается, там еще одна кофе. А ручку дайте мне. Вот смотрите. Вот смотрите. Не знаю, они только звали, что-то ищут к ней все время и все. Нет, они обычно приносят на нее. А, вот я, вот это не знаю. А, хорошо. И все равно это? Нет, конечно. Ну все, оказывается. Так, ну вот. Значит, смотрите. Значит, Леон Андреев. Итак, Леон Андреев. Последний. А? Извините. Студент, как можно выбирать. Вот, смотрите. Да. А они уже были на этой лекции. По крайней мере, один будет сегодня. Всем вы. Всем его. Да. Ну, ты же как. Вот и какой человек-то, знаменитый, тут у нас побывал. Единственный, на обыске, лауреат. В России. В России. Представьте себе. Можешь сказать за мной? Как вы сможете записать синтеградию? Я... Чуть-то такого-то числа, надеюсь. Наспределяют. А ведь шутка шуткой. Значит, это действительно... Он вклад в транзистор, мы все входит в техниках. Конечно, там какие-то определенные решающие вклады неслить, какие-то определенные люди. В частности, он, его вклад, насколько я понимаю, это, конечно, там... Значит, у меня вклад, что мощность. Вы понимаете, вот это то, что вы представьте себе. Я даже не смогу объяснить этот феномен, что вы, думаю, в машине, в автомобиле с железом сидите, разговариваете с человеком, который... Где эта вышка находится? Чего ты знаешь? В общем-то, это серьезное было. Срежение того, что оказалось, что мощность возможная... Вот это есть... Дрешение было в том, что где-то структурная такая царя истраница, она давала настолько мощные вот эти и гугл, и импульсы, что они идут вот так вот далеко, без задухания фактически. Это, кстати, это вообще-то... Циталия, конечно. Совершенно не очевидно заранее, что он помогло быть такое. Что это получилось столько раз, в свою очередь, такого... серьезного, открытия, так сказать. Открыть серьезную цепь серьезных открытий, которые привели к такому... Как же? Уже дикость. Сейчас сидишь, Дуа Мехедовича, здесь все тренировано. Как вот эта волна приходит к кулаху? Это... Ряд ли кто-то Василий Василий Василий? Потому что... Ну, языки воровны. Напишите, уже волны прошли. Вот попробуйте это описать, соответственно, но здесь точно и вновь, и полная идет, и что? А она же стухает всегда. Застепься, так сказать, сейчас надо... Все это начать. В общем, вот это... Так что вот... Это интуиция. Это серьезная. Вот он был ворогом. У него сюда это... Видите, в каком у него громке... Правда, он, видимо, ликарфоном усилил, но все равно, в каком громке голосом, здорово говорить. Аудитория полностью охватывается в громке Макинбураса. Ну, хорошо. Ну, значит, так. И так, значит, еще раз, насчет этого рябляния. Вот это рябляния, оказывается, что самая простая форма там, вот если там все эти рябляния, положить раму на нулю, ну, это, конечно, она там в малой роли играет. Значит, если я говорю, то получается вот формула для модуля упругости, вот это в модели, в плазменной модели металл, даже называемой, в модели желе, по американской терминологии. Значит, когда размазанный положительный фон, вот я рассказывал, для модели спорциального металла, это положительный фон размазанный, и, значит, это электронный. Так вот, если вот такой модель взять, то лямбля электронный, есть n-концентрация, аккуратно, на букву этого. Если сейчас сюда поставить кресле равна в нулю, в этом случае она, конечно, подходит, эта формула. Вот ль е в квадратинстве, так? Эта формула подходит, и тогда, значит, здесь, вы знаете, это плотное состояние жерни ферми, она будет, тут формула такая уже, 3 ль е, деленную на 2, и ферми. Так? Вот. Вот это, если подставить, я о данном фрагме даже рассказывал, то, значит, тогда вот это ль е в квадрате, сейчас я не просто не искуплюсь. Да, вот тут написано это. Это просто равно, смотрите, чем? Для модели самого этого, m в ферми в квадрате, m в ферми в квадрате, деленная на 3, и концентрация, и концентрация. Вот. Значит, вот это скорость, электрон, в кинетическую энергию входит в кинетическую энергию электроны. Так, соответственно, соответственно, значит, это отвечает чему? Скорость звука, вот скорость, если сейчас этот момент, пульси подставить, приопределить скорость продвольного звука, это может звучать. Там мы с вами разбирали, уровень движения там ходит, как раз, это лямбин. Ну, в данном случае электронная часть его. Вот. Значит, то получится, что, значит, скорость звука, соответствующая, она равна, лямбин на нее на ров массовая. Ну, вот это НЕ, тут будет массовая пропись, это масса на, масса ионов на Н число ионов, число ионов с числом электронов связано через число электронов на Н, з на Н, вот если все это пересели, будет, смотрите, з, я, по-моему, писал бы на него голову, зм, деленное на 3, вот это классическая форма, скорость звука в эфирном, то есть скорость, не надо ездить, скорость, это у нас маленький коэффициент, масса, по-моему, скоростью, квадратность коэффициент связана через маленький коэффициент, масса электронов и масса электронов, з число электронов которые дают коэффициент. Вот, значит, и так, вот это маленькое отношение, что-то так раз я докажу о диапатическом проявлении, я рассказывал на связи с элогическим проявлением, вот доказал, что скорость звука, скорость волны в движущейся, она мала по сравнению с скоростью в эфирме, а скорость в эфирме, скорость в эфирме, здесь вот мы с вами поняли, почему скорость в эфирме, потому что все явления разыгрываются для случаев, когда энергия в порядке эфирме, значит, скорость их в эфирме фактически все в эфирме, вот получается, что в эфирме в эфирме вот это значит лямбда е претерамон дулю, а претерамон нямблю, претерамон дулю, это вход сюда, а претерамон сюда. Ну вот, значит, это мы сейчас делаем перерыв, и я подсказываю последний перерыв, претерамон это магнитное стоимость. Значит, у нас есть тем самым электроны, то есть тем самым правой догости, и последний начинок изощи электроны, это магнитное стоимость. Итак, значит, сейчас у нас совсем другой реал который не директ, как говорится, в смысле говорить, потому что речь идет сейчас в реакции проводимости проводящего тела тела нам видно, поскольку сейчас видит кто-то сих пор не было еще, то это значит оно но это очень важно, потому что значит для всех проводящих тела вообще магнитное воспроизводство то есть возникновение магнитного мета по действиям внешнего магнитного поля вот это магнитное воспроизводство как излучение в реакции такое она влаживает информацию содержит в среде средств и средств и средств это конечно то что нужно знать магнитное магнитного теории то есть важная часть ну вот значит мы знаете есть магнитный тел тел магнитного 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 с другим магнитным подвлечением то есть тел в которых свой магнитный момент возникает спонтанно а здесь мы звучим ну это мы конечно смотрим слабым видом теории тел которые по 10 находятся маленькие содержимое небольшое подчинение а в них не маленькие но реакция на этот момент содержит определен в вашем информации очень галерой подчинкой ну вот значит и так мы должны рассмотреть как у нас меняется состояние амбритронов по действиям магнитного поля я рассказывать буду немножко это необычно чем другие источники не расходы что не понравится но вы можете разбирать если бы придется это вопрос то есть конечно есть вопрос и если это у вас обладается можно рассказать как угодно не следовательно понимаем вас даже ну я конечно буду рад если вы усвоите то что я обсужу потому что значит ну это разные подходы короче но главный главный факт который я хочу зафиксировать который обычно плохо поддерживается в этих этих теориях этот факт то что мы должны вычесть магнитный момент повесим ну я в маленькой напишу то что это поле это среднее поле вещества вы знаете вектор его значит вызывает магнитный момент который пропорционален вот этому вот этой недвиженности поле индукции так вот что возникает под действием этого значит поле возникает то что нам включение если вы это не хорошо учили усвоенный вы знаете что так возникает понятие магнитного метра то есть зависит от координат поле поле магнитного индукция магнитная БТ создают соответствующие зависит от момента и вот ротар это вот то знаете значит как что приводит к чему-то что уравнение Б дает ротар Б 4П на С идет да вот уравнение гестетического муки поле диверсия Б равна а то есть уравнение подачи вот это суть к этому то значит когда если внешний поток есть уже внешний сочек он создает поле Б мы его определим а значит если то в системе есть в среде есть то то самое учение то он приводит 4П 4П ротар М ротар M и возвращает равнение для поля H которое должно уравнение уравнение расходы поле и значит тогда тут нужно написать внешний источник который создает или на границе тела поставить граничные условия что есть внешнее поле которое уравнение диверсия то решает уравнение мы находим значит восстановление в лесном поле получаем создающим под действием этого заданного внешнего поля источни даже написать или в ней поставить и соответственно реакция этого тела ну значит слава уникального тела и после этого что получается значит этот терм это есть хи в и хи настоимчивость но мы простой случай мы возьмем конечно когда неизменно направлен вызывающий его то что возникает внешнее поле ну поскольку слабомагнитное тело то это малые поворотки поэтому соответственно влияние на внешнее поле того поля которое возникает мало и значит можно просто реакцию выяснить выяснить вся задача решается вот реакция вот мы наши задачи выяснили то значит то есть задача решается как мы выучим сейчас получается что мы функция справедливо у нас есть функция справедливо на зависит от энергии она зависит от энергии по сути магнитного поля энергия есть собственное значение энергии длечение гумблитана теперь мы должны записать гумблитана значит h равно дубле дубле это возмущение которое вызывает это поле вот это поле соответственно у нас функция у нас это поле не вызывает это равновесия или в том числе равновесная функция распределения но она уже зависит теперь от поля а поля и не а а вот нам нужно найти добавочка будет мы вычитываем добавку и добавочная часть определит она значит это добавочная часть это источник существования тока тока мы найдем и найдем m и вот такая задача как найти теперь ф от так что мы значит ф значит я уже расскажу когда термодинамическую теорию вывод термодинамическую зависит от оператора оператора соответственно будет равен вот из этого определяется и добавка то на с различные всякие облимейные добавки облимейные то есть это функция f Вот H, ну, которая есть в нашей футболе ферме, да, фут, собственно, значение, да, она зависит от этой позиции, да, вот, значит, это, вот это, пусть, пусть еще и место. Ну, значит, тем самым же нужно вне отражения, это нужно написать, значит, оно будет так, вот, вы видите, F под H0 W, плюс, ну, то есть, если W убрать, то тут, можно будет F от H, H1, вот, F от H0, а фунтируется, что это значит, W0, Таким образом, значит, F от H0 W, плюс, значит, W, плюс H0, значит, F от H0, W, плюс, W, W, плюс, W, то есть, вернее от H0, Ну, вот, мы напишем F от H0 W, плюс, W, ну, то есть, W, плюс, W, ну, то есть, W, ну, то, значит, W, значит, это будет W, ДФ до ДФ до РФ. Значит, соответственно, из этого решают разные матричные элементы. Матричные элементы — это те функции, которые отсутствуют на поле. Мы их знаем в тени и в шпифе. Те квантовые числа мышчей, которые были у нас. Ну, в шпифе вот это. Соответственно, значит, у нас будет, смотрите, это у меня есть. Сверху в следующем ДФ. Вражение получится ДФ. Я пишу, что я рассказываю вам, как-то не было дело, потому что знаем мы ответ. ДФ минус 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 ДФ. Это коммутаторы вот эти нужно расписать, и так получится. А получится, почему я сразу ничего не думаю. Потому что я знаю, что ДФ в ДФ минус 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 ДФ. И так вот, значит, нашли добавки. Теперь с помощью этой добавки нужно вычислить ток. Ток на увеличение. Ток на увеличение. Значит, вот как написать, значит, оператор, ток. Электронов, можно написать, сразу сход. Сдавали его. Значит, вот, матричные элементы оператора ДОПа. Значит, да, это нужно следить с производства вещей. Значит, есть оператор скорости, да, и оператор плотности. Значит, возникает так, что для каждого оператора, значит, можно себе плотность его, значит, соответствующей физической оператору, плотность соответствующей физической речи. Так, если, допустим, скорость, да, так вот, оператор скорости для него, она равна ПН, это оператор ТОР, да. Так вот, плотность вот этого оператора – это есть плотность тока. Ну, плюс еще дисциплиновая часть плотности тока, Она находится, значит, определением реакции электрона на моментное поле. Электрон имеет спин, она на моментное поле, это что-то реагирует, так, чтобы считать тот же выключение своего рода. Вот, значит, смотрите, я сейчас не решу ему это, значит, смотрите. Так, так, сейчас мне нужно было написать, что все было непонятно. Так, значит, теперь, вот это P, да, у меня это поле получается добавку P-E на C, да, вот. Теперь, значит, у нас поле B, вот это поле, значит, минутная эдукция B записывается вот от А, да. В связи с тем, что здесь есть А, электронный потенциал, да, ну, в связи с А, значит, у нас нужно ввести электронный потенциал. Ну, вот, значит, тогда, да, давайте, вот, получается, значит, это, тогда плотность оператора есть, плотность тока с нуля, как я спорю, да? Здесь есть свинка Z P, где теперь, как есть свинка Z, значит, это и среднее. Ну как вам лучше написать? Давайте сейчас напишем. Сначала шпур вот этого матричного элемента Δf с этим вот, j0, с операторами 0. Вот, j0, вот это операторами 0. Вот это раз. Плюс нутерный шпур, значит так, шпур — равновесная функция состояния f, то есть это Δj. Вот, вот так. А у нас это тоже все линейное движение по этому принципу, я помню, здесь линейное вот это, а здесь линейное вот это, здесь линейное вот это. Вот, значит как шпур расписать? Это, значит, получится, просто, значит, равняется. Сумма диагнатных элементов. Разделие — это диагнатные элементы. Сумма диагнатных элементов. Вот, значит так. Шпур. Дельта В не умею штриха. Дельта на j с нуликом. Ну не штрих. Значит, шпур дельта В не умею штриха. Дельта В не умею штриха. Вот, значит, теперь осталось что? Дельта В не умею штриха. Да? Осталось только сейчас нам написать гаммельтян взаимодействия, да? Добрый день, вот это. Позывается гаммельтян взаимодействия, значит, элецрона с магнитным фортом. А он тоже выражается. Именно так и определяет оператор Опискитов. Гаммельтян взаимодействия. Тут уже у него штриха. Он есть. Интервью ОТ. Значит, вьет, ну, ну, штрих ОТ, а ОТ. Вот видите, как? Поговорим, как записание гаммельтян взаимодействия с атомогнитным полем? А он правил. Гаммельтян взаимодействия части гаммельтян взаимодействия с калерным потенциалом. Здесь будет Ефи ОТ, ну, оператор Опискитов, да? Плюс, это, я написал так, а на самом деле есть, минус Е на Ц. Вот видите, что Е на Ц, минус Е на Ц. Вот, вот эти гаммельтян взаимодействия мы расписали. Значит, сейчас мы говорим, можно себе подставить, и, значит, получим это. Вот. И, значит, теперь... Осталось только тебе, пожалуйста, только написать. Ты видишь, что у меня будет ещё уравнение? Ну, ладно, ничего страшного. Я сейчас... Так, сейчас мы сюда, вместо этого, должны... Уже знаете, что писать. Я даже тут просто сводом вышел. Это будет Фу минус Ф ну штрих. Или он нагнает, что он минус Ф ну штрих, да? А здесь бульин из М, вот так, смотрите... Вот. Значит, вот такая вот сразу сразу же tenure. значит дельта, дельта, й, ну, это есть, будет просто, тоже е, так, сейчас, научу, чтобы не начать, так, е, сейчас, это е на, там, сейчас, секундочку, е на mc, ну, это вот, это вот, это m, вот, е на mc, вот это я пишу, минус е на mc, минус е на mc, вот, но это, значит, скорость добавка, а к току, вот так, еще е на mc, вот здесь е квадрат будем, да, е квадрат mc, а вот r, и здесь оператор плотности, он просто равен, легко написать, ну, в синю от r, в синю от r, в синю от r, вот, вот здесь достаточно моначество, вот, вот какỏк, остаюсь, маточный элемент ему, это и есть, он в синю тals, подник yo Snox, вот так, вот какое電� ремонт, вот здесь, ну, значит, когда мы выйти на то получим просто n-концентрацию электронов и, соответственно, и это, значит, нам легко все получится. Здесь, по сравнению с этим, будет вот тот интеграл. Вот. Значит, подставить нужно место добавления. И вот это вычислить. Значит, так. Ну, вот, все разобрались, значит, это… Таким образом, вот это, значит, я не решу здесь вот. Исходную формулу для сравнения. Вот, j, вот, r, j, вот, r. Так, первое, в конечном решу. Минус e квадрат, так, n-c квадрат, n-концентрация на rc. То есть я сразу вычислил. Вот эта сумма, понюхая, ню и с этой вот, это будет просто концентрация. Она, когда-то не будет зависеть, поскольку огородная вся система вся. Значит, она будет просто так, значит, это… 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 Это сразу будет… Не буду ничего не сказать. А, вот, j. Вот, это, значит, третья часть свежего лица. Вот. И теперь приму. Вот это сумма поню и в штрих. r. n-r. 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 от R. Вот, значит, вот такая вот форма получилась, где только... Сейчас нужно это вычитать, а A выразить через высокую и всё. Тут оказывается, что мы получим так, чтобы у нас только ротор B возникнет. Сразу же получится, что это будет ротор от какого-то вектора, но для этого уже нужно немножко поработать, чтобы это получить. Ну вот, значит, как мы делаем это? Поскольку вы видите, интеграл тут со стопортией немножко идет, значит, нужно это всё же прийти в фурие-образы. То есть, и тогда, значит, здесь, ну, как обычно, мы вводим фурие-образы. Вы знаете... Так, сейчас я какую-нибудь напишу. Так, вот смотрите. Ну давайте вот A, начнем A. A, вот R, есть, значит, сумма, вот у. Есть фурие-и, Q, R, A, Q. Да? Вот это фурие-образы пришли. Так, теперь, значит, смотрите дальше. Точно так же мы переходим к этим... Ну вот. И, значит, только с том, что это фурие-образы, какого-то сделано только, будет связано с фурие-образом самой, ну, Виктором Петсашевым, тем же самым. Поэтому сумма, которая по фуу, вот тут вытекает, она, значит, отсутствует. Тут возле сделано нового момента. Я на том, что это излагать, значит, обосновывать как-то всерьез не буду, но скажу только, что это отличает от народной семьи. То есть, а в целом на макро масштабе, на том макро масштабе, которое, это народ, из которого это, что АТ, ну, ВАР, АТ, 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 на больших масштабах. Не микро атомная масштаба, а на следующем. И поэтому, значит, в этом, по-другому цепи, фурие-образы связаны друг с другом локальной связи. Ведь лекарство такая, ну, колензность есть такая, то в этом интеграле будут фигурировать, то ли, после усредения, только соответствующие, одно, один локальной связи. Это отражение от атомной связи. Не будем отрежать, может, просто основание тут надо, наверное, не будет видеть, но, возможно, это будет нужно. В общем, здесь один локальной связи. То есть, мы вообще вот это вот, что упокой здесь можем не писать. Убираем. Это значит, у нас хочется, что только один. Вот. Значит, итак. Значит, дальше нужно следовать следующим. С электронного труда будет произноситься. Вот это, понимаете, да? Это вектор. Надо немножко обогнуть эту векторологию, потому что там, значит, будет, он, значит, степень с его лениться. Так вот, значит, как это так. Верескалибровка векторного потенциала и самой соответствующей напряженности поля. Значит, пусть напряженность поля направлена до лезь з. Так всегда делается. То есть, вот это вектор B, вектор его 0, 0 и B. Так. Направлена пока. Ну, напишем Z для, чтобы было так и так. Теперь дальше. Соответственно, значит, нужно будет вот этот. Значит, B, O будет равна и U. Вы знаете, ротер вот так вот выражается векторное. И вот так. Вот вот как после этого фрейма у вас ротера. Надеюсь, это вам все знакомо. Вот. Значит так. Вот так. Теперь на числе если это B, в модуле не выгодно, если Z, можно выбрать целебровку вектором потенциала теперь. Ну, вы знаете, там, если суммируется Н, значит, точность всего какого-то целебного вектора можно выбрать. Точность, вероятно, какого-то вектора. Значит, можно вырезать, значит, здесь в чем cascет, здесь если B, Z будет, B, Z. Вот это значит так. Тогда, значит, здесь Z, и здесь можно выбрать соответственно Q и соответственно A. Так вот, значит, A выбираем, нет, Q выбираем в доросе Y, ну, мы как раз на его фиксировались, мы можем выбрать ось Y выбрать так, чтобы... Ну, потом, когда соберемся исходным, у нас будет просто какая-то компонента ротора, значит, запишем через... Значит, здесь 0, Q у Y 0, вот это 0, так? И дальше, значит, следовательно автоматически здесь получается, что здесь A на правой доле X, да? Вот, значит, соответственно, значит, здесь, что A от AX от U равняется I, деленное на U Y, BZ, понятно, да? Вот, значит, у нас будет везде, сейчас получилось так, что везде будет A, так вот мы везде будем AX писать, да? А, соответственно, вот этот вектор будет, да, будет, вектор будет, соответственно, везде. Значит, все везде, то количество компонента будет фигулировать, и А коли в десятки мы будем выглядел через... То есть, в результате, значит, получается у нас вот такая вещь. И вот, значит, у нас получится, смотрите. значит она равняется е значит так ну вот давай может сейчас уже напишем и оператор и значит соответственно тогда я не буду определением и так нужно нам знать что такое оператор тока так вот значит ну если иметь ввиду вот этот вот тоже значит соответственно это вообще сейчас я пишу вам какой-либо один менюс меню нужно писать потому что чтобы не совместно там менюс нет но вы наверное знаете что здесь оператор импульса который вас конечно учили если это будет скорость вот а они значит ну если кто хоть раз видел матричные эксперименты значит не потому что синю г нет значит минус минус значит тут вот так и нужно еще минус взять минус Пси, ню, вот это в комплексе с определенным, градиент, пси, вот здесь мы уже не используем, так, минус градиент, пси, ню, тут нет, нет, так, вот, пси, ню, вот это, значит, здесь, так, сейчас, секунду, я еще одну точную, сейчас не внесу, сейчас, тут штырь, да, так, это, это штырь, это, а, это вот это, это, все как, ну, вот, значит, это ню, вот, и вот это, это делается, вот, почему возникает такая комбинация, потому что мы должны это взять, ну, вот этого, плод сиопературы составляем, мы должны взять антисимметричное, вот на второе, вот на второе, то есть, симметричное, вот, допустим, есть, а, б, да, то мы должны, а, б плюс, б, а, все это операторы, вот, извините, одна сторона, вот, это оператор в полисе, а, это оператор скорости, вот, то есть, тогда будет оператор, тогда будет совместив, оператор в полисе, вот, вот, вас учили, часто мы в книжке учили, что вот это просто восприняется, вводится просто какие-то, вот, функции, ну, а, я вам просто пытаюсь объяснить, что это весь, и минус, я же, это, это, п, оператор импульса, и можно просто его зажать между платными функциями, ну, и вот эту антисимметричную, симметричную, симметричную, не произвести, чтобы, получается, оператор был импульсом, так сказать, в музее, возьмите, и все, 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 и все. Вот, вот такая штука, значит, то есть, это общая процедура для применения, значит, произведения оператора. Ну, вот, значит, это вот оператор полностью, но я здесь сейчас сделаю другое, я, значит, еще сделаю еще одно вещь. Так, давайте вспомним, что у нас здесь ню есть, альфа, там, конечно, и си, это название сейчас будет, потому что здесь орбитальный ток есть, и оператор часть, оператор часть оператора процесса только, и спидновая часть оператора процесса только. Значит, смотрите, здесь входят только орбитальные функции, поэтому, извините, я, значит, здесь тоже зачетую, поставить здесь альфа, здесь альфа штрих, альфа штрих, здесь альфа. Вот, значит, тогда это будет, ну, как бы, значит, было, значит, проведение, было, функции орбитальные, не спидновая, поэтому и они, ну, как можно записать себя. Вот, вот, то я буду, значит, значит, вот такая вот, это орбитальный ток, и в этой части дельта сигма 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 и зависит от спина этой части, и диагонально по спине. А теперь следующая часть уже будет зависеть от спина, и будет ее, значит, и будет выражать через оператор спина. Так вот, она, значит, так, сейчас, смотрите, С-ротер, она, вот, пишется, два, здесь я пишу, два, ноль, магнитный момент, элементарный магнитный момент, не более, это элементарный трон. Два, это же фактор, то есть у вас, сейчас я не успею писать, трон. С-ротер, значит, С-ротер, значит, С-ротер, сигма сигма штрих, Пси, комплекс собежонная, альфа, Пси, альфа штрих, вот это, опять, вот это, вот это, значит, это матричный элемент плотности спина, оператор спина на плотность, значит, электронной плотности, вот, значит, ротор, альфа, умноженный на ноль, это ротор магнитного момента, С-ротер магнитного момента, значит, электронного, электронного, вот, двойка, ну, факт, то есть, на самом деле, здесь, это одна-вторая, поэтому, электронная плотность, может быть, матрича пала не просто, с открытища, значит, это будет вот, то есть, вот это связь орбитального, то есть, спина угла момента с магнитным моментом, с отличным электронным, то есть, она, механический момент С, связан с магнитным, вот этим магнитным, умножен на одно шареное, ну, не там, вот, вот, значит, здесь геология пояснил, как поиск, вот, опять, вопрос, это очень важно, значит, применение, потому что, значит, ну, вот, ну, пожалуйста, нужно вот это, вот, сюда его подставить, вот, ну, значит, здесь, ну, это не выдачно, но, в общем, неожиданно, в общем, с открытищами там, значит, нужно уже так же расписать, ну, вот, значит, поэтому, получается, что нужно вот это все подставить теперь, и я вот теперь геологию, это вот уже фуриообразно пишу, только, ну, вот, вот, по хумерам уже написано, получается, значит, я пишу E, это оператор плотности теплежескорости, альфа, альфа, вот, Q, это вот, вот этот, оператор I, H, и вот это все, вот я вот все фуриообразирую так, и мы с ним разберемся, как-то не будем его ответить с ним вести, сильный, 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 так, и плюс 2 0 0 C, вот, и здесь, смотрите, I, Q, Y, S, Z входит в статус силу по силу, E, Z диагональна по силу, ну, хоть, ну, ради специальной операции стоит, опять-таки стоит, компонент операции со силами выражается через матрицу B, матрица Z, Z диагональна, она, значит, она просто единица, одна вторая минус на вторая, будет последить, минус на минус, вот, значит, так, и здесь N, альфа, 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 вот, Q, вот, ну и что, получили, вот, сейчас вот это нужно туда поставить и сюда, и, значит, получится, а ответ уже, значит, получается, сейчас мы, после того, как выразим A, вот, через B, ну и получили уже ток пропорциональный B, нам осталось только вычислить коэффициенты, деньгeter, что это представляется, вот, в++он Le-дачной Gomor вот, значит, смотрите, в соответствии, это, ну теперь вот мы сложим Вот и раз мы будем делать, мы не ушли, и так будем вот такой, вот и так. Первое, значит, теперь, сейчас мне нужно, так. Сейчас. Да, здесь я уже на этом месте, я уже, я не буду подставить это сюда, просто уже видно, показал я вам, что уже, что сейчас я это сюда подставлю, вот сюда, и это подставлю, то у меня будет й пропорциональным b. Вот он, b. И все. Значит, теперь дальше нужно разобраться отдельно со спинно-ток и орбитальной части, чтобы громкость отчетки идут вместе, спинно-ток и орбитальный ток. Это вот два разных плана у вас включились. Ну вот, здесь я, значит, вот так. Значит, здесь я вот так сделаю. Главное. Так, первая часть тута. Значит, в ней можно орбитальные, по орбитальным переменам то, соответственно, только диагональные массажные элементы будут играться. Опять же, есть колбас. Топ. Получается. То есть, колбас практически равновременно будет приорваться после соединения. Вот это. Орбитальные. Поэтому орбитальные эти функции, значит, здесь у нас соединятся. И, значит, берем, начисляем, начисляем все разницы. Начисляем спинно-ток и орбитальный ток. Потому что там, значит, я уже, соответственно, приведу к роте. Ну, там спинно-токе, там самая широкая стоянность. Поэтому, значит, там просто получается орбитальный момент. Орбитный момент спины. Так. Спины. Райдный. Два миноль. Два миноль. Два миноль. Сумма. Паймитный штрих. И, значит, f. Ну, минус, f. Минус, f. Минус, f. Минус, f. Минус, f. Это киллбитный список по общей види. Дублю, v. Спиновая. Спиновая часть. Так. Нинус, f. Э, z. Сигма, сигма. Так. Н, а, а, . И примерно здесь, это будет спиновый, так, спиновый будет диагональный, как я сказал, значит df, df будет просто, это будет просто, мы можем сделать, поставить такую, чтобы и корон на нулю, так как вы научитесь, вот, значит, вот здесь я выберу место, выпишу сейчас, сейчас я помню. Вот, 2-0, 2-0, единица на v, ну, единица на v, это вот эта вещь, преобразуется в единицу на v, единица на v, так, сумма по альфа, df альфа по df альфа, сумма по альфа дф альфа, w, спиновая, альфа, 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 так, s, z, ну, даже не альфа, 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 не аль Так вот, значит, доход, это W, U, U, штрих, так, это W, U, U, штрих, и, значит, здесь нужно дописать еще ту часть, которая связана с изменением, с унисиками, с электронами. Здесь просто W, Z, так, W, Z, а, значит, электрон находится как бы в таком эффективном поле, поэтому, значит, соответственно, вот это вот, вот как, я вам это рассказывал, переноска антиэффективной массы, значит, донбивая, скеневая, она будет включать как, значит, действие непосредственно поля, скеневая, скеневая, и плюс действие поля окружающих электронов, которое записывается так, значит, сумма по альфа штрих, в силе, другое псевое, давайте F я решу, что-то, F альфа, альфа штрих, так, F альфа, альфа штрих, по D, F альфа штрих, по D, F альфа штрих, так, значит, W альфа штрих, S, Z, S, Z, а 7-8. Вот что это такое, возле оператора взаимодействия с полем, так он перенормируется, значит, получается так, что мы знаем, что без взаимодействия вот такое, а с учетом взаимодействия возникает, значит, вот такая перенормировка, которая, вот это связано с тем, что энергия электрона зависит от этого же, значит, от функции распределения, которая, от функции распределения, которая, вот здесь имеет такой добавок, вот этот добавок от функции распределения, да? Вот это вот, энергия электрона зависит от функции распределения, поэтому, значит, возникает, возникает, возникает вот такая работа. Вот это тоже такая же, ну, в общем, то же самое, Получилось в оптовости лямбда просто, здесь была лямбда эффективная какая-то. В общем, здесь вот такая точка физика. Ну вот, значит, теперь как мы ее, значит, что мы с ней делаем? Значит, это, фактически это константа, да? Возникает фактически это отравнение, то, которое было у нас в этой оптовости. И альфа, альфа равняется единицей, плюс вот это вот, ф альфа штырь, здесь единица и альфа штырь. Соответственно, значит, смотрите, ответы спиновые, спиновая вот эта вещь, Энергия равна вот этой вот только величине, вот этой вот и величине и альфа штырь. Если, значит, считать вот эту f-букву, значит, константой, ну тогда решение уравнения и и равняется единицей, деленное на единицей, плюс f на это. Где эта та самая буква, которая сделана, это, значит, минус df, ой, значит, сумма по альфа, минус df альфа, сумма по альфа. Вот эта буква. Вот, получается, такая, значит, вещь, и альфа не зависит фактически, и, значит, получается, что спиновая вот эта энергия равна вот такой вот самой энергии вот этой. И, соответственно, мы получаем, смотрите, сравнивая с вами, магнитный момент спиновый, спиновый и магнитный момент мы сразу получаем. Главное, значит, уже сейчас, вот она, а это спиновая часть, вот эта спиновая часть, вот эта спиновая часть, получаем вот этот вид. Н, равняется, так, мю 0, мю 0, мю 0 квадратичь, деленное на, нужно это, единицей, единицей, плюс f, вот получил а, б, вот получил статик. Ну, здесь можно поставить. Итак, мы получили уже фактически, значит, спиновую часть магнитного стримчатчика. Вот эта спиновая часть магнитного стримчатчика тоже. Магнитная часть, спиновая часть, легагнитный стримчатчика. Вот она, какая получилась. Эта равняется, ну, на спиновая планете, капозит. То есть и спиновая на b, равняется ню 0 квадратичь, ню 0 квадратичь, ню 0 квадратичь, это, единицей, плюс f, ну, там все, обычно, получается, f на это. Ну, где f, это связанная с нашей электронной магнитностью. Если нет, то же электронная чудо, мы же выкрутились, то стимулированная, мы выкрутились на это. Помните, на функцию это, которую там я уже выкрутил? Как в модуле управлась, в простейшем случае, так и в спинус-мышце возникает та же самая, а в шестнице. Вот, функция ложная. Вот. Сложнее дело пора, дело с орбитальной спинчицей. Значит, там, значит, сейчас я, ну, тут, если я вызвала, то должна быть. Я, значит, напишу просто m. Там, значит, вот, сейчас напишу просто. Как это будет? Тут вообще практически некоторые... Посмотрите. Ну, так. Сейчас, секундочку. Вот. Значит, там ведь у нас вот эта штука возникает, значит, и поэтому... Так, вот, да. Значит, там возникает сложность, потому что, смотрите, вот чему будет равна. m орбитальная. Мы уже там расписали все, она орбитальная, а получается равна. Ну, q там даже и не пишем, потому что от q там еще не зависит будет, не будет зависит. Вот, получается, e, деленное на c, у y. Это... Это... Это промышленно еще промышленно. Скобочка. Сумма по альфа, альфа штрих, f, альфа штрих, f, альфа штрих, и деленное на c, у альфа, минус f, альфа штрих. Так. Вот. Значит, v, x, альфа штрих, альфа. Тут уже v можно просто писать по идее. Вот это... Ну, ладно, значит... Вот это скобка. И, ну, v, x, квадрат. Вот в чем дело. И, значит, так это возникло. Почему вдруг? Посмотрите. Вот, вот это. Куда делся вот это? Вот занимается вот это условием. Значит, вот такая вещь. Значит, чтобы... Значит, там у нас... Давайте вот это я прямо сейчас напишу здесь. Значит, здесь ведь а было... деланное с атомом, роганом. И... Так. И деленное на пункт литр b, z. Соответственно, здесь вот это тоже можно вот и написать. Ну, вот, я тут не доказал, что... Ну, вот. Куизм. Поэтому... Как возникает... Знаменательный куринис на курили. Как возникает здесь... Получается... Что это сделать? Долго... Вот такой. И, значит, оказывается такая вещь. И, значит, здесь... И, значит, здесь... Вот возникает... Вот этот вот, смотрите... Вот это вот слагаемое. Если здесь вот q положить равное нулю в этом вот... значит... Э... 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 Ну, то есть это будет... Здесь вот тоже, значит, если мы поставим здесь альфа, альфа штрих, этот фрагмент тоже я купил.